Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Посмотрите, какую ситуацию хочу я вам показать. Напряжение в сети составляет 188 вольт. Реле Волрок в данном случае производит защиту потребителя от понижения напряжения. Именно прям в данный момент. Видите, зеленый светодиод у нас не горит. Вот. Это символизирует о том, что реле сработало и отключило потребителя. О данном реле, я надеюсь, вы уже знаете, так как на канале имеется подробное видео со всеми возможными его испытаниями и сравнения с арбузом. Так вот, как мы видим, напряжение у нас 188 вольт. Уставка у нас по превышению напряжения 255 вольт. По понижению напряжения 190 вольт. Ну и, соответственно, видите, коль у нас в сети 189 в данный момент, то реле и отключило потребителей. Кстати, это металлический щит от ИЭК серии Титан 5. Очень мне нравится такое исполнение с такой прозрачным матовым стеклом, дверцей. Но здесь еще пленочка не снята. То есть, вот видите, при закрытом щите все наглядно видно. Сама модулька здесь используется серия Armat. Об автоматах Armat я очень подробно тоже снимал видео по их испытанию, по их разборке. Где я сравнивал данную серию с более брендовыми, более топовыми автоматами, такими как ABB, Schneider Electric и Hager. О самом щите тут ничего нету сверхъестественного. Это у нас в одной автомат на 25 А, полюсный. Оп! Кстати, видите, напряжение стало 192 выше уставки. И у нас включились наши потребители. То есть, реле включило наши потребители. Загорелся зеленый светодиод. Освещение появилось, как вы видите. Но напряжение еще все равно низковато. Верхний ряд это уличная нагрузка. Сейчас я ее отключил. Там уличные розетки, розеточные линии хозпостроек, бани. Здесь у нас УЗО на 25 А, 30 мА. Ну и пошли у нас нагрузки. Здесь выведено еще несколько розеток под Динрейку. Ну и здесь тоже другие группы. Еще не подписано, потому что еще ведутся работы. Поэтому на это не обращайте внимания. Давайте мы сейчас проверим вот в этой розетке и сравним, действительно ли у нас в данный момент происходит какая-то аварийная ситуация. в сети. Или это, возможно, просто какая-то неисправность, либо глюк непосредственно самого реле. Ничего более под рукой не оказалось, как вот клещей 266. Его напряжение, смотрите, по клещам 188. А на реле, ну вот, кстати, переключилось реле. Все отключило нагрузку. Не могу дождаться, чтобы напряжение немножко повысилось до 190 вольт. Поэтому давайте я принудительно изменю вставку. 175 поставлю. Сейчас реле включится. Оп! Реле включилось. Так, и что мы видим? Вот замеряю здесь в щитовой розетке. 179-180 вольт. На валуроке у нас 181. То есть 180-181. Разница небольшая. В общем, что мы имеем? Мы имеем ситуацию, когда у нас действительно произошла какая-то авария на питающей линии. В общем, будем разбираться. Возвращаю вставку обратно на 190 вольт. Ну вот. Что могу сказать? Что в данный момент на данных линиях у нас подключен холодильник. Дальше подключен небольшой насос. А это те нагрузки, которые очень боятся снижения напряжения. Это все двигательные нагрузки. То есть их момент, рабочий момент при снижении напряжения может быть меньше, чем тормозной момент. И в итоге оборудование выходит из строя. Либо при пониженном напряжении идет повышенный ток нагрузки. Что опять-таки приводит к выходу из строя оборудования. В очередной раз мы говорим большое спасибо реле напряжения. В данном случае в Элроку. Которая прямо в данный момент защищает наше оборудование от выхода из строя. Так, это у нас приходит линия 6 кВ. Приходит на опору. На опоре установлен разъединитель. И с разъединителя идет, идут три фазы на нашу КТП. Так вот, видите? Вот, на базе, на крайний самый наконящий у нас остался. На шинке разъединителя. А провод висит в воздухе. Здесь установлен поворотный разъединитель. И, видимо, при повороте ножей идет механическая нагрузка на провод СИП получается. И в итоге в этом месте он оборудился. В общем, померил я напряжение в КТП. Одна фаза у нас полностью исправна. И на ней фазное напряжение соответствует 220-220 с небольшим вольт. Фаза Б у нас имеет напряжение 180 вольт. Данный щит подключен к фазе Б. И фаза С у нас в обрыве. Данную информацию передали в региональную сетевую компанию, где они завтра утром уже планируют заниматься устранением данной неисправности. Ну все, неисправности устранили, которую я вам показывал. И напряжение у нас нормализовалось. То есть составляет 233 вольта на данный момент. Отлично. Вот устранили, поставили наконечник под срыв болта. Зачистили, правда, многовато. Ну ладно. Какова мораль сей басни? Она достаточно простая. И о которой я уже неоднократно говорил, рекомендовал, советовал. Пользуйтесь реле напряжения, которое будет 24 на 7, контролировать ваше сетевое напряжение. И в случае его снижения, либо превышения выше заданных уставок, отключать вашего потребителя. Тем самым его спасая от выхода из строя. Все достаточно просто. А цена вопроса всего около 3-3,5 тысяч рублей. Я думаю, на текущие реалии это не такие баснословные деньги. Вот на этом все. Вот такое получилось видео. Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Кстати, также не забывайте подписываться в наш чат Телеграм, где мы ежедневно обсуждаем различные околоэлектротехнические темы. Общаемся друг с другом. В общем, присоединяйтесь. Ссылочка будет в описании под видео. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки Электрико». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»